Губернатор Наталья Комарова провела очередную онлайн-встречу с югорчанами, посвященную эффективности реализации национальных проектов и госпрограммам в Октябрьском районе. В ходе онлайн-встречи глава муниципалитета Анна Куташова рассказала, что в 2020 году 143 семьи отметили новоселье, переселились из аварийного жилья, улучшили жилищные условия семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся. 41 семья реализовала свое право на улучшение жилищных условий по иным программам, квартиры получили 16 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 14 семей получили социальную выплату на переселение. Наталья Комарова отметила, что по данным ежегодного социологического исследования Октябрьский район входит в зеленую зону по общественному настроению, но есть и проблемы. Каждый второй, который участвовал в опросе, и в ходе подготовки к нашей сегодняшней встрече, это тоже были одни из самых популярных вопросов, Так о чем речь идет? О оценках неудовлетворительного состояния дорог и неудобства транспортного обеспечения непосредственно. Обращают на себя внимание оценки жителей состояния дел в сфере здравоохранения, занятости, работы предприятий, жилищно-коммунального комплекса. Отдельное внимание молодым людям. По их оценке, возможности реализовать себя, найти применение своим способностям, Октябрьский район находится в нижней части рейтинга среди муниципалитета. Вместе с этим муниципалитет поддерживает бизнес. Например, в рамках реализации национального проекта «Малый и средний бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, финансовую поддержку получили 96 предприятий на сумму около 9 миллионов рублей. Еще 17 компаниям возместили затраты на аренду. 9 субъектов получили финансовую поддержку и возмещение коммунальных услуг.